Я Романов, сейчас работаю в Мелесте, разрабатываем онлайн игры. Вот я хотел рассказать, ну, программированный питоний по твист, это синхронный код, который там будут троллить скоро, серверную часть, сервер разрабатываю. Вот я пришел на работу, не так давно тогда, у меня там был один такой момент, с этими адскими елдами, онлайн калбэксами в твистах. Я хотел про это рассказать, может кому-то это будет полезно. В общем, когда я пришел на работу, я увидел этот асинхронный код, испугался, ну, немножко посчитал матчасть, разобрался, но запустил пайлинт, он нашел мне много таких конструкций, где нул присваивалось там, елд, лод, норс, нырд, то есть вызов асинхронной функции через генератор и присваивалось значение нулу. Когда я попытался это выкосить, у меня накинулись разработчики, сказали, что это нельзя делать, потому что будет полный хелд, что если вот эту вот конструкцию брать и просто ставить елд, лод, перс, нынфа, то эта функция выполнится неизвестно когда, то есть вот как-то так. Ну, то есть результат, то есть вывод был такой, то есть результат выполнения функции, присваивается он или нет, влияет на поток выполнения, собственно, синхронной программы. Мне это как-то показалось полный твист, это меня сорвало крышу, я сделал небольшой ресерч, чтобы разобраться вообще, ну, что происходит в системе, потому что, ну, там много строк кода и не очевидно совсем, когда это все тестируешь, как оно, в каком порядке оно действительно выполняется. Так, ну, твисты, может, все знают, может, не все, не буду я ничего говорить, фреймворк такой есть, асинхронный, но питальный для создания серверов разных серверных штук, можно скрипты писать полезные всякие. Ну, переходим конкретно к проблеме. Вот эта конструкция Defer in line callbacks для спасения от асинхронности, которая может порвать мозг, ну, и она, как бы, в свою очередь, тоже порождает какие-то проблемы. То есть, ну, типичный код Twisted выглядит там, вызывается к эта функция, она возвращает вместо результата специальный объект, к которому можно подцепить callback. В свою очередь, в том callback мы вызываем еще какую-то функцию, в результате понять, что происходит, абсолютно невозможно. Спасением является вот этот декоратор, который позволяет писать код, который выглядит как синхронный, ну, на самом деле он асинхронный. То есть, последовательность yieldов, то есть, это точка синхронизации, по сути. То есть, yield делает возврат в отвертку, то есть, возврат декоратор, который контролирует выполнение функции, и когда результат готов, он возвращает вот в эту точку. То есть, если мы пишем yield, yield, как бы, мы четко гарантируем, что функция выполнится последовательно. И это спасение для мозга программиста, который занимается этими вещами. Вот таким образом выглядит синхронный запуск функции. Можно запустить функции параллельно. В том-то, собственно, была проблема, люди до конца не разобрались, они подумали, что код возврата, ну, то есть, присваиваем ли мы результат выполнения какой-то переменной, это влияет на workflow. На самом деле, не влияет, а влияет на наличие или отсутствие этого самого yield. То есть, если мы асинхронную функцию вызываем и не yieldим ее в декоратор, то мы получаем, что возвращается definite, ну, и выполнение, как бы, проскакивает. То есть, где-то, когда-то эта функция выполнится, неизвестно, когда, мы не узнаем. Ну, мы не узнаем, не сможем синхронизировать это тем образом. Ну, можно это использовать и для параллельного выполнения функции. То есть, называется какая-то функция, она возвращает объект, который добавляется в список, и который затем мы yieldим последовательно. Ну, они реально выполняются параллельно. В одном потоке, ну, мультиплексируется по воду вывода. То есть, процессор, они разделяют один, а пока одна из них ждет, другие могут работать. 20. Ну, запуск функции фоне, как бы, это, собственно, yield и без yield. То есть, проблема была именно в yield, а не в каких-то там возвратных функциях, ну, в кодах возвратных. Как-то так. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ